здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале обо всем понемногу или немного обо всем меня зовут наталья и в этом видео я буду вышивать брошь стрекозу почему стрекозу да потому что лето увидела я недавно стрекозу летящую на улице и у нас на урале жара захотелось мне в общем девчонки вышить брошь стрекозу так что если кому-то интересно оставайтесь со мной но что я хочу сказать первым делом конечно по этой броши видите какая у меня стрекоза есть наличие да она полностью вышита из фетра то есть верхнее крыло и нижнее крыло этой стрекозы из фетра также у меня были стрекозы но в наличии их нет крылья вышиты которых были из фатина то есть натянут фатин на проволочку обшито и чуть-чуть я их здесь расшивала и верхнее крыло стрекозы было с фатина и нижнее крыло было стрекозы тоже из фатин. То есть у меня всего было два варианта стрекозы. Либо все из фетра, либо из фатина. Сейчас я решила, девочки, проэкспериментировать. Верхнее крыло сделать из фетра, а нижнее крыло сделать из фатина. Это уж у меня как получится. Буду рада, конечно, если у меня получится. Итак, я начинаю, чтобы не тратить время ваше. Первым делом, конечно, что мне нужно было, это мне нужно было фетр. Фетр я взяла сиреневого цвета, так как вся стрекоза у меня будет сиреневых оттенков. Фетр у меня достаточно тонкий, поэтому я сделала еще подложечку из такого тоже белого тонкого фетра. Дальше взяла шаблон. Вот такой шаблон. Я им пользуюсь на стрекозах. Этот шаблон мне нравится, он меня устраивает. Приложила шаблоны, обвела все белой гелевой ручкой, но обвела сразу, девочки, нижнее крыло. Это на всякий случай вдруг у меня не получится. Моя задумка, я просто тогда сделаю стрекозу полностью с фетром. То есть нижнее крыло я тоже обвела на всякий случай. Пускай эта линия вас здесь не смущает. Дальше верхние крылья, которые я буду вышивать, обшила сразу канителью. Ваше время тратить не стало. Теперь буду расшивать крылышки. Какие материалы хочу использовать. Как я говорила, стрекоза у меня будет сиреневых оттенков. У меня есть очень красивые вот такие стразы сиреневого, розового, голубого. Цвет у них неоднозначно. Они немножко и желейные, и все переливаются. Очень красивые стразы. Я их буду использовать. То есть на тельце у меня будет большой страз. Дальше два страза по бокам на крыльях. Глазки у меня тоже будут вот такие черные бусины граненые. То есть вот такая стрекоза у меня вырисовывается. Это будет однозначный материал. Дальше в обшивке стрекозы я буду применять вот такие красивые рондели. Мне повезло. У меня рондели одного цвета, одной огранки, но в трех разных размерах. Удачно я так купила эти рондели. Посмотрите, три размера. По-моему, даже у меня четыре размера этих ронделей. Не, три. Раз, два, три. Вот такие рондели я тоже буду использовать. Красивые. Мне нравится цвет такой сиреневый. Дальше я буду использовать вот такие бусины сатинового сиреневого цвета. Тоже очень красивые бусины. Обычные розовые бусинки. Маленькие рондели 4 миллиметра. Разделители для шапочек. Самые-самые простые. И также тоже разделители для бусин. Вот они у меня здесь вложены. Вот такие со светлыми прозрачными стразами внутри. Это вот такие материалы точно у меня будет присутствовать. И также я буду использовать сиреневый бисер-трецо. За это у меня остатки от астры остались. Вышивала я, по-моему, цветок астра. Все, остатки. Итак, девочки, я сейчас уберу, чтобы не мешалось мне. Приступаем. Но первым делом, с чего я начинаю стрекоз. Не знаю, почему-то всегда делают хвост. И бусинки, которые у меня будут идти в хвосте, я примерно себе уже на планшете здесь выложила. В каком порядке я их буду одевать. Вместе с шапочками, с переходниками, со всем. Для этого мне надо будет взять проволоку. Я пользуюсь вот такой китайской проволокой 4 миллиметра. Отрезаю приблизительно сантиметров 20. Я как-то всегда с запасом это делаю. Вот так вот у меня получилось. Одеваю первую бусинку. Это всегда у меня бисер, стопорная бусинка. Дальше складываю проволочку пополам. Вот таким образом. И начинаю одевать на эту проволоку сразу на две проволочки. Те бусинки, которые у меня здесь выложены в том порядке. Так, это у меня здесь немножечко перепутано. Вам сейчас показываю. Знаю точно, что идет розовая бусинка. И вот дальше весь этот рисунок лежащим на планшете я повторяю на проволоке вместе с разделительными бусинками. Девочки, сейчас оденусь за кадром и вернусь к вам. Вот посмотрите, какой хвостик у меня получился. Симпатично. Мне сама очень нравится. Последнюю бусинку я одела вот такого цвета. Тоже такой цвет. Девчонки, прям хорошо мне подошел. Тут у меня таких парных две бусинки. В ней присутствует несколько цветов. И голубой, и сиреневый. И вот эти оттенки, которые находятся в переливе больших страз. То есть я специально сделала немножко другого, как бы сказать, другой расцветки бусинку, чтобы все-таки вся моя стрекоза не выглядела такой неинтересной. Хочется, чтобы немножко игра красок была. И присутствие некоторых других цветов. Вот посмотрите, хвостик я примерно сделала. Откладываю его. Не знаю, почему с хвоста все время начинаю. Но так мне нравится. Возможно, я еще сюда добавлю немножко жесткой конители. Не жесткая, а мягкая от рунцала. Даже не конители, а чтобы хорошо прикрепить. Это тоже я потом покажу. И так, хвостик у меня есть. Положу его сюда, чтобы мне было видно. И сейчас начинаю вышивать крылья. Сначала закрепляю стразы и приступаю к вышивке. Девчонки, я за кадром сначала вышью одно крыло, разработаю рисунок, а второе крыло уже буду вам показывать на ускоренном кадре. И так, до встречи. И так, вышиваю половинку вторую. Но посмотрите, я не стала много применять страз, так как вот те стразы, которые у меня в серединке, очень красивые. И все-таки я хочу, чтобы внимание было на них. Что я делаю? Я беру стразовую цепочку, 2 миллиметра у меня такая опаловая, и начинаю ее пришивать. Но пришиваю ее только по низу и только до середины крыла. Я вам показывала карандашиком вот до этого места. Почему? Потому что дальше я буду пришивать и большую рондель, большой 8 миллиметров, и моя стразовая цепочка как бы будет обрамлять этот рондель. То есть, я ее буду загибать по рондулю. Рондель я буду пришивать вот такой сиреневый, который применяла в пришивании хвостика. И также буду делать шапочку. обмениваю. Тоже такие же шапочки у меня были в хвостике. Все это будет пришиваться через стопорную бисеринку пятнашку японскую прозрачного, такого хрустального цвета. Это, девочки, чтобы все-таки мой хвост гармонично смотрелся с крыльцами. То есть, все бусинки, которые были в хвостике, и даже шапочки для бусин, я применила в вышивке крыла. Пришиваю несколько раз через стопорную бусинку бисер пятнадцатый дает такую возможность пройти через него несколько раз. И дальше я просто закруглю вот так вот цепочку. Вот таким образом. Обрежу лишнее и тоже ее пришью. Следующий этап будет это пришивание бисерных дорожек по контуру крыла. Но бисерные дорожки я буду делать тремя разными расцветками бисера чешского десятого размера. Вот по этому контуру. Это у меня будет лиловый бисер, бисер розовый и очень красивый цвет у меня бисера. Я даже не знаю, как его назвать вот такой. Девочки, он матовый, но он и сиреневый, и розовый. Я его как раз вот называю цвет мух или цвет скрикозы. Буду делать микс. Вот так вот. Буду полностью повторять рисунок, который расположен на другом крыле. Ну вот примерно, допустим, одеваю три бисеринки розовых, три бисеринки лиловых, там и одну бисеринку сиреневую. То есть полный микс. И так я пришиваю бисерную дорожку по верхнему контуру крыла. Итак, дальше после пришивания бисерной дорожки я буду пришивать бусины, которые у меня также имеются в это вот бусинка розового цвета 4 миллиметра. Дальше пластиковая бусинка сиреневого цвета. Вот посмотрите, красивая очень и опять розового цвета. Пришиваю я их в прикреп рядом со стразовой цепочкой. Вот таким образом пришила. И сейчас я каждую бусинку пришью еще отдельно по перемычкам. Дальше пришиваю еще одну хрустальную бусинку 4 миллиметра сиреневого цвета тоже вот здесь вот в уголочек. И дальше девчонки у меня будут пришиты две бисерные дорожки. Одна бисерная дорожка у меня будет из бисера полностью вот этого матового цвета по низу. Посмотрите, рядом со стразовой цепочкой. И вторая бисерная дорожка у меня будет рядышком с первой бисерной дорожкой, которую я делала микс из бисера сверху. Вот таким образом они у меня пришиты. Дальше у большого страза я пришиваю бусинку в форме капелька. под жемчуг и одну такую бусинку тоже под жемчуг, но такого яркого насыщенного фиолетового цвета. Тоже пришиваю в прикреп. Вот таким образом и сейчас по каждой перемычке пойду. И вот это место, которое у меня осталось пустое, вот это девчонки, я буду просто забивать розовым бисером. И на этом этапе с бисером я работу, конечно, закончу. Сейчас работаю с мягкой конетелью. Нарезала ее на маленькие кусочки. И первым, что я буду пришивать, это вокруг большого ронделя между стразовой цепочкой, которую я пришивала также вокруг ронделя. То есть у меня рондель получится еще в лепесточках из конетели. И дальше каждую конетель я пришью еще между крупными бусинками, которые пришивала в прикреп, как бы сделаю перемычки. Также сделала глазки. Посмотрите, это две у меня больших бусинок черного цвета. И перемычку сделала я разделитель для бусин. Сейчас я место, которое у меня осталось вокруг большой стразины и на крылышках пустое, просто забиваю дорожкой из лилового бисера. Все, вышивку этих крыльев я полностью закончила. Девчонки, теперь посмотрите, все-таки от того, что крылья у меня достаточно узкие, я переживаю, чтобы они хорошо смотрелись, чтобы работа не выглядела хлипкой. Поэтому с обратной стороны я на одно крыло пришила уже для жесткости проволоку, которую использовала в хвосте. Ее можно пришивать двумя способами, либо вот так, как бы по верху фетра, я хочу сказать. Но у кого есть возможность, можно прошивать насквозь. У меня в этой стрекозе имеется возможность пришивать и так, и так. Это уже кому как хочется. Но, честно говоря, таким способом мы с крылья у стрекозы, такие как бы тонкие, длинные, еще раз усилим их жесткость. Достаточно хороший метод. Полностью пришила проволоку и еще я дополнительно усилию задником из картона. Итак, девчонки, работа у меня двигается уже практически иду к завершению работы. Посмотрите, вот такая получается стрекоза. Правильно, что я сделала здесь проволочку. Все-таки люблю я надежность. Ну и, конечно же, у меня будет еще картонка, которая склеена в несколько раз. Хвостик бы так вот приложилось. Сейчас мне не хватает крылышек из фатина. Как делать крылышки из фатина, девочки, очень просто. Я буду использовать вот такой капроновый банк. То есть, мои крылышки будут не из фатина, а из капрона. Но вы можете использовать вообще совершенно любой материал. Я раньше тоже делала из фатина. Но по цвету мне больше подошел капрон. Итак, что я для этого взяла? Проволочку 4 мм. Я вам показывала вот эту китайскую. Для надежности я ее просто скручиваю между собой. Соединяю два конца. Девочки, скручиваю. Ничего совершенно сложного нет в этом. То есть, я еще раз усиливаю саму проволочку. В два раза она, конечно, будет крепче. А если вы еще и скрутите вот так вот между собой, жесткость проволоки увеличится в несколько раз. Дальше я сгибаю вот так вот пополам, да? Видите? И делаю ту форму крылышка, которая мне нужна. Все. Оставляю хвостик. Что я делаю дальше? Дальше беру капрон. Беру мою заготовочку. Самый обычный клей. Прохожу клеем по проволочке. Можно это делать с помощью зубочистки. Можно это делать и вот таким образом. Промазываю. Где, девчонки, только надо, чтобы фатин чуть-чуть зацепился. Все. Промазала лишнее, убрала. И даже тоже все очень просто. Мажу с двух сторон, прикладываю на фатин. И вот под таким пальчиками прижимаю. Можно даже положить под груз. Все, девочки. Он у меня, клей достаточно хорошо схватывается и фатин держится. Единственное, что постарайтесь по всей площади промазать. Это вам облегчит просто дальнейшую работу. Вот, посмотрите. У меня здесь уже сделано. Одно крылышко я вырезала, другое у меня еще в фатине. Вырезается тоже достаточно. Все просто. Девчонки, берем. Сейчас я возьму свои большие любимые ножницы. Привыкла все-таки к партнятским ножницам. Сложно мне перейти на маленькие ножницы. Но это чисто мой бзик. Раньше очень много шила. Поэтому удобно мне пользоваться вот такими большими ножницами. Все. Лишнее мы это убираем. Здесь тоже можно все обрезать. Ничего сложного. Когда я раньше видела такие крылышки, я все задавалась с вопросом, как же мастера их делают. Девчонки, я почему-то всегда беру зажигалочку и еще подпаливаю зажигалочкой. Тоже можно не делать, если вы делаете капрон, фатин. Он, честно говоря, не распускается. Ну вот я такая. И дальше свои крылышки я буду обшивать обычным американским заделочным швом. Как мы обшиваем край брошки. У меня сразу готова иголка с мононитью. Работаю я вот только мононитью. Хожу сюда. Вначале своего крылышка. Беру так. Я буду пользоваться вот этим бисером. Очень красивый бисер. Я даже не знаю, какого он цвета. Не могу передать вот этот цвет. Вот он как раз какой-то стрекозий. Он, девчонки, матовый, но имеет разную серединку. В некоторых бусинках она прокрашена в какой-то бронзовый цвет. В некоторых темно-синий. Но шикарный бисер. Я когда его покупала, я даже, честно говоря, не знала, для чего я его беру. Но просто понимала, что я не могу пройти мимо. Я, по-моему, пачки 4 этого бисера взяла. Он, правда, красивый. И все, девочки. Вот так вот я обшиваю. То есть зацепляю я. Зацепляю я. Девчонки, смотрите. Проволочку. Я захожу за проволочку. Единственное, вот сейчас мы на ней будем цепляться. За этот кончик. Но вот этот тоже. Ничего страшного. Подцепляю бусинку. Обычный американский шов для обработки края броши. Этим швом я обрабатываю. Выскочила. Тороплюсь. Неохота, чтобы мастер-класс, конечно, занимал большое время. Но иногда бывают такие броши, что охота все показать. Я когда была сама новичком и только искала мастер-классы на YouTube, они были все достаточно короткие. И мне было сложно понять весь сам процесс. Поэтому я все-таки искала более длинные мастер-классы, чтобы было все понятно. И вот, видимо, в голове это у меня все равно засело. И я до сих пор пытаюсь все четко показать. Видите, как аккуратно и красиво получается вот этот заделочный шов. Итак, девчонки, я сейчас полностью обрабатываю весь край своих латиновых крылышек. И еще сейчас вам покажу такую вещь. Не шокируйте. Это вы знаете, как говорится, храните деньги в сберегательной кассе. Храните вот такие мононити, блестящие в отдельных, как сказать, мешочках. Вот я ее бросила в коробочку. Что у меня из этого получилось? Она вся спутывалась. Но я ее распутаю. И для чего я вам показываю? Я нахочу на своих крылышках, вот этих, из фатина, вышить прожилки. Прожилки я буду вышивать вот этой мононитью. Тоже ничего страшного. Что я, девчонки, дальше сделаю? Значит, сделаю полностью вот эти крылышки. И, скорее всего, буду собирать брошь. Хвостик мне нравится. Единственное, что я думаю, что из хвостика все-таки я уберу одну бусинку, чтобы сделать его немножечко покороче. Как я буду собирать брошечку? Посмотрите. Я пришью. У меня есть возможность сделать, конечно, петельку. А вы знаете, я покажу вам, наверное, фото вставлю, чтобы опять тоже не тратить ваше время. Сделаю петельку. Пришью вот этот хвостик сюда. Дальше, девчонки, конечно же, доделаю крылышки. На крылышках тоже сделаю петельки. То есть, лишнее уберу. Вот даже сейчас, наверное, нет. У меня как-то не очень сегодня инструмент работает. Надо менять инструмент. Это мой инструмент. Я не знаю, может, лет, наверное, уже 20 точно есть. Делаю вот такие, девчонки, петельки. Тоже делаю в одной плоскости с крылышком. Дальше. Вот хвостик как бы у меня уже будет, да? Вы понимаете сам принцип. Пришью тоже сюда же крылышки. И дальше буду делать задник с застежкой. В общем, девчонки, ну, здесь я думаю, что ничего сложного нет. Это все соединяется. Ой, забыла сказать. Да, я это все соединю с фетром, девочки. Сначала с фетром. А потом я уже сверху сделаю уплотнитель из картона. И, конечно, дальше я сделаю задник броши. Фото я вставлю. Видео больше снимать не буду, но фотографии вставлю. Итак, до встречи на завершение моей броши. Работу я свою закончила. Посмотрите, какая симпатичная стрекоза у меня получилась. И что я хочу сказать, что с этой работой я участвую в флешмопе, организованной Светланой. Это мастер из Белоруссии. Канал у нее называется Swimmy. Ссылку на ее канал и на сам флешмоп, информацию по флешмопу я оставлю внизу в инфобоксе. Пройдите, кому интересно, посмотрите. Флешмоп назывался «Лето в украшениях». Я думаю, мое украшение как раз подходит под это название. Стрекозы живут только летом. И это все-таки украшение, потому что она эта брошечка. Посмотрите задник, как получился. Вообще, я считаю, самое сложное в изготовлении броши, стрекоз, жучков всяких, девчонки, это сборка броши и аккуратный задник. Но я думаю, здесь у меня в принципе все получилось. Защелку я пришила, потому что посчитала, так будет более аккуратно. Может быть оно не очень выглядит хорошо, но на самом деле это лучше, чем если бы я ее сделала вовнутрь. Также хочу сказать, что эксперимент, я считаю, мой удался. Таких стрекозок у меня не было, чтобы одно крыло было, считая здесь, из фетра, то есть вышивка бисером по фетру, а второе крыло было из фатина. Вот у меня здесь капрон. У меня было либо то, либо другое. Я вам показываю. Здесь я все воплотила вместе. Также сделала дополнительно ножки. Ножки я тоже никогда не делала. Ну и посмотрите, я еще крылья полностью, контур обшила вот такой декоративным швом. Это я применяла бисер номер 13 японский. А нет, простите, пятнашку японскую и чешский бисер. Вот такая я довольна работой. Мне все понравилось. Меня все устраивает. И, конечно, обратная сторона броши меня тоже устраивает. Все получилось достаточно аккуратно, красиво. Ну, если вам тоже понравилась моя брошь, ставьте лайки. А если не понравилось, конечно, ставьте дизлайки. Также подписывайтесь на мой канал. У меня для вас еще много нового и интересного. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok